себя сфотографировали, но ты и сама фотограф. Есть уникальный продукт, который нигде нет. Это фотоблог. Ну давай, да, Таня, тебя поснимай. Я знаю, что ты собираешься работать. Да. Выглядит она лучше, чем я в моем купальне. Ну, так немножко закрыть, и только тело, то и кажется, что 20-летняя молодая девушка. Всем добрый день, меня зовут Елена Тонова, мы находимся в женском бизнес-клубе Леда Сделал Клаб, и с нами вместе Карина Глазкова. Фотки ЛВ, те самые фотки ЛВ, о которых вы слышали, знаете, и известный бренд в нашей стране. Такой большой малый бизнес, об этом мы сегодня поговорим. Карина, добрый день. Добрый день всем. Я являюсь владельцем фотки ЛВ, директором, но и по совместительству фотограф. Замечательно. Начнем с фотки ЛВ. Сейчас был сложный период времени, все об этом знают, но мы не будем говорить про сложности, мы будем говорить про вдохновение, которое появилось после того, как все ограничения в чрезвычайной ситуации были сняты. Ну, не все-все, но, тем не менее, есть посолобления. Как сейчас выглядят фотки ЛВ и где можно все-таки распечататься фотографией? Как всегда, можно через сайт фотки ЛВ, на страничке нашей, там есть форма заказов, которую можно оформить легко и получить в салонах наших, как всегда, в Эмонти, в торговом центре Дамы и на Валдемара 25. Салон уже существует 15 лет. Вот все о нем помнят, знают, что еще. Можно заказать и получить Омниво в любом районе Латвии. Это очень удобно. Сейчас в наше время, когда все кругом фотографы, ну, условно говоря, да, фотографы, все фотографируют что-то, снимают фотографии неимоверное количество, это не то, что там все, у меня остался последний кадр, я не могу сделать фотографии, когда эти были пленки и все остальное. Насколько люди меньше или в меньшей или в большей степени стали печатать свои фотографии? Ты знаешь, я так скажу, количество на печатной фотографии с годами не уменьшается. Оно как-то стабилизировалось и вот ровненько так вот идет. Так что вот такого, мне иногда кто-то из знакомых встречает и спрашивает, а что люди печатают фотографии? Печатают и еще как? Рамочки, альбомы, оформляют коллажи, очень много, нет таких простых заказов, вот пришел и распечатал, а сделайте мне то, а сделайте мне побольше, а можно в рамочку, а можно текст добавить. То есть такие, каждый раз что-то творческое надо применять, чтобы просто распечатать казалось бы фотографии. То есть вы обеспечиваете весь сервис, мало того, что можно просто фотографии напечатать через сайт, отправив омнивые получители на ваших местах торговли, либо можно заказать там что-то, что? Вот что дополнительно можно сделать с фотографией? Какие есть варианты? С фотографией можно сделать калаш, оформить его в рамочку, можно заказать в большом формате фотографии, выбрать паспорту, у нас сейчас разноцветные паспорты, очень интересно оформить тоже в рамочку. Можно сделать, вот у нас есть классические альбомы. Чем они удобны? Тем, что можешь разного формата распечатать фотографии и положить там листы с калькой. Вот классические такие альбомы, как, не знаю, у родителей наших было. Но помимо того, что можно фотографии раскрыть, можно наклеечки подписать, какие-то шаржи написать. Это очень здорово, это очень интересно, не просто в кармашке, да, хотя в кармашке это легко, положил в кармашке и забыл. А вот сделать такой альбом я сама делаю, и честно скажу, мои родные, родственники, кому я дарю, они в восторге всегда, с удовольствием смотрят эти альбомы, листают, и вот погружаются какие-то воспоминания, совместные какие-то праздники, события. Я знаю, что у вас есть еще печать фотографий на кружках, на майках, можно сделать пазлы, можно еще что-то заказать, брелоки какие-то, какие еще есть варианты? Есть еще пазлы, календари, еще есть уникальный продукт, которого нигде нет. Это фотоблок на такой широкой раме, жалко я не взяла, но можно на сайте у нас посмотреть, там очень доступно, можно увидеть, как он выглядит. Это альтернатива канвы, печатаем на фотобумаге и помещаем на этот толстый блок, и ему уже не нужна рама, и подходит для любого интерьера. Это выглядит такой, как объемный такой выглядит, фотография яркая и красивая. Очень популярно делать в черно-белом варианте, потому что сама рама, она или черная, или серая, или белая, и очень здорово, красиво, эффектно смотрится. Ты сапожник с сапогами, у тебя у самой, я так понимаю, много альбомов, много распечатанных фотографий. Скажи, как ты относишься к фотографиям себя в большом формате на стену? Вот любишь такие вещи? Лип. Честно, у меня есть портрет, ну, это у меня фотограф одна фотографировала, я так и не смогла повесить. Она у меня вот где-то вот не люблю, вот не знаю, не потому что я себе не нравлюсь, я нравлюсь, но как-то это... Too much. Too much, да. Да, вот я не развешиваю, с детьми, с любимыми, да, я могу, потому что это как-то дом, семья, вот ассоциация, да, я делаю там с детьми фотографии общие, так как есть рамочки такие галерейные, в которые можно много разных фотографий поставить, и у меня такие есть. Вот это, вот это, вот это, но себя большие портреты не готовы еще. У меня тоже с этим сложности, у меня очень много разных подаренных моих портретов мне в виде фотографий, честно говоря, я их так в шкаф убираю, потому что я, ну, не очень готова... Приходишь домой, а тут ты висишь, как-то для меня это тоже кажется. Я тоже. Too much. Коснулись вопроса фотографий, точнее фотографирования, тебя сфотографировали, но ты и сама фотограф. Да. И при том обожаешь это делать. Да, мне нравится вот с людьми работать, когда ко мне приходят, конечно, это студийные фотографии, да, в основном, но я какие-то вот мне человек ставит задачи, в основном это... Вот я хочу поменять на Фейсбуке фотографии, хочу показать, чем я занимаюсь. То есть в основном это бизнес такие вот фото, но при том, что мы добавляем какой-то изюминки, чтобы это было интересно, эмоционально, с улыбкой. Ну вот над такими фотографиями я работаю. Хочу сейчас выйти из студии, сейчас у меня планы на лето, выйти из студии, взять камеру и снимать уже на природе. Не знаю, как-то мне до этого не удавалось это делать, ну так-так, пейзажики так немножко снимала. Хочу выбраться из студии, поснимать у нее, но... Но согласись, в наше время очень важна фотография, которая стоит и на Аватарке, и на Фейсбуке, и на Инстаграме, и везде, и всюду. Все-таки люди смотрят, люди смотрят и встречают не только по одежке, а еще и встречают по фотке. Поэтому если, уважаемые наши зрители, если вам нужно поменять фотографию на Фейсбуке, вот замечательный специалист, который подберет, сделает, сфотографирует и отредактирует. Да, 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 конечно. Это важно. Я тоже, как, не знаю, как другие, но я всегда смотрю, для меня фотография – это отражение того, что из себя представляет человек. Сейчас есть доступно фотографировать студии, ну, разные стили. Почему нет? Да, то есть если человек, какой-то специалист в каком-то деле, продвигает себя через Фейсбук и вообще просто хочет показать, что он за личность, мне кажется, фотография, важно сделать хорошую фотографию. Ну, я лично считаю, что фотографий много не бывает, особенно если ты постоянно публикуешь какие-то материалы, какую-то информацию, обрамленную фотографией, особенно если это какая-то личная статья, какое-то мнение или еще что-то, фотография – это просто must have 21 века. Поэтому, друзья, задумайтесь, обратите на это внимание, это действительно очень важно. Иногда смотришь специалист действительно фантастически, все замечательно, все прекрасно, а фотография очень странно не сочетается с его должностью или с его деятельностью. Да, возможно, бывает такое, да. Хочется даже иногда человеку помочь. Ну, давай, давай, я тебя поснимаю. Но это должно быть психологически тоже сам человек готов, потому что навязать и вот фотографировать, потому что это какие-то перемены, это надо себя, ну, там, мейкап, это тоже образ какой-то подобрать. Человек не всегда комфортно может себя чувствовать. Для этого есть фотограф, который уговорит, расскажет, там, немножко расслабит. Для этого нужно время. Кому-то достаточно 5-15 минут, он раз вошел в образ, там, раз-раз преобразился, все, можно работать. А есть кому нужно и полчаса, и час, чтобы, ну, привыкнуть, расслабиться перед камерой. Это не страшно, если вдруг у человека нет опыта, обращайтесь к профессионалам. Вы не одинокие, у кого нет опыта, нет ничего страшного в том, что вас настроят, угостят вкусняшками. Я знаю, что ты всегда обеспечиваешь сервис. Сейчас вернемся, точнее, не вернемся, а продолжим разговор про лето. Я знаю, что ты собираешься работать. Да. Почему? Потому что, ну, мне в кайф работать, не знаю. Я вот не представляю, что вот я встала утром и сразу на пляж. Ну, не мое это. Я вот лучше поработаю и со спокойной душой вот вечером могу прогуляться. А вот, ну, выходные еще могу детей взять, там, куда-то поехать погулять. Но вот хочу работать. Потому что это был такой период, и я поняла, что все-таки было много упущено в работе, да, то, что я могла сделать, и вот сейчас у меня реально прет, надо делать. Просто надо делать. Ловить волну, пока прет. Да. Но, тем не менее, собираешься путешествовать по Латвии, насколько я помню. Да, это вот с фотоаппаратом, с камерой, вот для вдохновения, да, в принципе, да. Ну, это выходные, как от работы время буду ездить. Ты еще уделяешь большое внимание спорту, здоровью. Расскажи, что у тебя в спортивной карьере происходит сейчас? В спортивной карьере то, что в сентябре будут новые соревнования. Те, которые в апреле были, они, ну, естественно, не произошли. Кто-то готовился, сидел на сушке, как говорится. Вот. Я готовлюсь к новым, да, вот. Что за спорт? Это фитнес. Это категория woman bikini. Ну, то есть это купальник, красивая подача себя на сцене, фигура, естественно. Ну, там, это не то, что бодибилдинг, там, ты мышцами поиграл, и все. Это надо подача себя, прежде всего, грация, красота. Вот. И это очень, мне кажется, здорово, хороший спорт. И, как ни странно, дочка моя тоже будет со мной выступать. Я не знаю, в какой категории, юниоров, наверное. Но вот она тоже приобщилась со мной к спорту и вот участвует в проекте фитмодели. И, скажу честно, выглядит она лучше, чем я в моем купальнике. Как ни странно. Многие думают, что есть определенные возрастные ограничения в этом виде спорта, что если тебе там, условно, 20 исполнилось, то уже все на этом, как бы, карьера фитнес-бикини заканчивается. Это же совершенно не так. Поделись опытом, какая возрастная рубеж? С какого возраста, по какой вы принимаете участие девочки? Там 18 плюс. Нет ограничения. Потому что есть категории. Я так как старше 35, это уже мастерс. То есть я в двух категориях могла участвовать. Мастерс, который после этого и по росту, грубо говоря. По росту. То есть у меня даже вариантов было участвовать больше, чем у девочек молодых. То есть я, конечно, соревновалась с 20-летними, но и соревновалась... Были девушки, которые 45-50. Ну классно. И они при этом в шикарной форме. Просто. Спорт он все-таки дает. И кожа такая упругая. То есть если, ну, так немножко закрыть и только тело, то кажется, что 20-летняя молодая девушка. То есть не отличишь. Сложно? Тут такой вопрос, сложно или нет. Скорее от настроя зависит. Потому что есть, которые посвящают этому всю жизнь. И они в этой волне. Они все время в зале. У меня немножко сложнее в том, что у меня есть и дети. У меня есть и работа. Бизнес все-таки. И спорт мне помогает в этом во всем. Как бы одна из частей моей жизни. И он мне в каком плане помогает? Я, когда занимаюсь спортом, у меня больше энергии и сил что-то делать. С детьми в работе. То есть это как бы для меня допинг такой. И при этом я хорошо себя чувствую. Здоровье хорошее. То есть я себя лучше чувствую, честно скажу, чем в 20 лет. Сейчас намного лучше. У меня больше энергии и сил, настроения. Так что советую всем спортом заниматься. Помимо фотки ЛВ, детей, поездок, фотографирования. Помимо спорта еще есть танцы. Да. Да. Я занимаюсь в коллективе Декаденс. У нас раз в год спектакль в Доме Москвы проходит. Это для души тоже. Всегда присутствую, всегда в восторге. Дарина Кулаева просто фантастический педагог. Это что-то невероятное. Театр танца – это мир, который нужно посмотреть, который нельзя объяснить. Да. Ну, это раз в неделю я хожу занимаясь. Хочется танцевать. Ну, не знаю, я всегда танцевала. Мне всегда это было по душе. И я вот совмещаю спорт и танцы. И одно другому не мешает. Спорт – это для фигуры, для тела. А танцы – это для пластики, для души, для красоты. Несколько пожеланий для наших зрителей на лето. Как его не пропустить? Что обязательно съесть и где стоило бы побывать? Что? Я советую побывать в Зилыкалной красивое место. Советую туда съездить. Вот просто я влюбилась в это место. Вода там бирюзового цвета. Но там прохладненькая. Круглый год вода. Мне сказали, я не купалась, просто гуляла. Просто попикниковать там. Что еще советую? Летом не сидеть дома. Ни в коем случае. Гулять, отдыхать. Насиделись, друзья. Насиделись мы дома. Давайте прогулки обязательно, свежий воздух. Не раскисать после работы. Даже если нет сил, брать себя в руки и идти ехать куда-то гулять. Потому что это зарядит на следующий день. Энергией, настроением что-то делать. И что, слопать вкусно вас кушать? Вкусненько. Ну, я вот летом легкое люблю кушать. Салатики такие. Можно даже фруктики в салаты добавить. Листья салата, сыр какой-то, клубничку. Очень вкусные советы. Хорошо. Огромное спасибо за то, что нашла время в своем плотном графике добраться до нас. С нами была Карина Глазкова. Фотки ЛВ. Меня зовут Елена Тонова. Это все для Let It's Deal Club. Такой большой, но малый бизнес. До скорых встреч и пока. Счастливо. Счастливо.